Мир стремительно развивается. Четыре стихии, которым испокон веков поклонялись наши предки, современный человек поставил себе на службу. Вода, огонь, воздух, земля, природные ископаемые сегодня дают нам электричество, тепло, энергию. Время невозможно повернуть вспять. В наших силах научиться жить в гармонии с природой, а символом современного мира считать бережливость и экономию. Работа по ресурсосбережению в нашей стране приобрела системный характер, начиная с 1998 года. С принятием закона об энергосбережении стало ясно. Пришло время считать гигакалории киловатты, а значит учиться о замэкономии. Леонид Васильевич Шинец, будучи в то время начальником Гомельского областного управления по надзору за рациональным потреблением топливно-энергетических ресурсов, поставил конкретную задачу. Определить пути достижения этой цели. И за поддержкой обратился в областное управление образования. Первыми шагами на Гомельщине стали дни энергосбережения, которые проводились в школах и детских садах. В результате конкурса энергосбережения глазами детей лучшие рисунки гомельских школьников в 2000 году были растиражированы Государственным комитетом по энергосбережению и энергетическому надзору Республики Беларусь. Обобщен опыт работы средней школы номер 4 города Светлогорска в книге Берегоша. А творческая работа родителей национального детского сада начальной школы Атиква города Гомеля стала гимном энергосбережения. В 2005 году в Витебске зародилась идея проведения конкурсов. Сначала областных глазами нового поколения, а в 2007 году республиканского конкурса «Энергомарафон». Его вдохновителем и организатором стал Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Бережливость – лучшее богатство. Эта известная истина в 2008 году стала отправной точкой увлекательного путешествия под названием «Энергомарафон». Прекрасный город Могилев принимал его первых участников, настоящих энтузиастов-новаторов в решении проблем рационального использования природных ресурсов. Главная цель, которую ставили перед собой организаторы – помочь детям понять глобальный характер проблемы, воспитать культуру энергопотребления, объяснить прямую связь экономики с экологией, а также распространять передовой опыт учреждения образования и создать целостную систему работы в сфере энергосбережения. Школьники защищали свои проекты на конкурсе, который проводился по шести номинациям. Несмотря на то, что в первом «Энергомарафоне» принимали участие учреждения не всех областей, это было началом большого пути. Определены и первые победители. В номинации «Лучшая область республики» стали Витебская, Гомельская и Могилевская области. В 2009 году эстафету подведения итогов республиканского конкурса по энергосбережению приняла столица нашей страны – город Минск. Слово «энергия» не случайно в переводе с греческого языка означает «действие». Энергомарафон быстро набирает обороты. Расширяется география конкурса, растет число участников. К энергомарафону присоединилась Брестская область. В работе форума приняли участие более 200 человек. Конкурс приобретает популярность среди учащихся и учителей. Количество номинаций увеличивается до 7. Настоящее состязание названия лучшего развернулось по темам «Практический центр», «Педагог по воспитанию культуры энергосбережения», «Ученический проект», «Творческая бригада», «Рисунок и плакат», «Видеофильм». Учитель всегда готов к новым учебным технологиям, которые рождает само время. Одна из таких новинок – это первый в нашей республике музей энергосбережения. Он был создан в 2008 году в Гомеле и в настоящее время успешно развивается. Энергомарафон 2010 гостеприимно принимал город над Сожем. Будто живая история, воплощенная в камни, знаковых строениях и оригинальной архитектуре, древний и вечно молодой Гомель как бы еще раз напоминает о том, как необходимо беречь и сохранять историческое наследие родного края. Гомельчане охотно продемонстрировали участникам и гостям республиканского форума насыщенную и увлекательную программу. А показать и удивить было чем. Ведь в каждом учебном заведении области своя разработка и свои новшества. Не таблички, а привычки должны стать основой энергосбережения, справедливо считают учащиеся Гомельской школы номер 40. Коллектив поделился опытом своей повседневной работы под названием «270 дней бережливости» и был заслуженно признан лучшим учреждением образования по созданию системы работы энерго и ресурсосбережения. Четко отлажен проект «Копейка рубль бережет» в Гомельской школе номер 44 имени Лебедева и многих других. Оригинальный конкурс «Энергомарафон» поднял сумовую планку и вышел на международный уровень. Так, например, на Гомельщине наважена работа со школами районов России и Украины. Создан совместный проект областного управления образования с учреждениями Западной Европы под названием «Энергорандеву в Беларуси». Он одобрен советом послов Международного вышеградского фонда с материальной поддержкой в виде гранта 8000 евро. Это позволило установить тесное сотрудничество с учреждениями образования Чехии, а именно гимназии уничев. В Словакии с промышленно-технической школой в городе Кошице. В Польше с гимназией и лицеем из города Минск-Мазовецкий. На республиканском конкурсе школьных проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон-2010» отмечен возросший качественный уровень представленных работ. Их количество увеличилось до 1117. Присутствующие на заключительном этапе конкурса «Энергомарафон-гости» и эксперты ПРООН, Всемирного банка, проекта ЕС, отмечают неординарность данного проекта. Олимп финального этапа марафона 2011 по воспитанию культуры и энергосбережения переместился в Минскую область, исторический город Слуцк. Семь команд из семи регионов республики состязались в семи номинациях. На этот раз впервые к конкурсу присоединились 8 учреждений профтехобразования. Будущие строители и энергетики, машиностроители и аграрии самостоятельно проводят энергетический аудит, предлагают грамотные практические мероприятия с целью сокращения энергопотребления, занимаются научно-исследовательской работой. Энергоэффективный дом, настоящее и будущее. Под таким девизом проходит соревнование агитбригад. Высокая оценка дана сразу шести регионам в номинации «Лучшая область республики по организации работы учреждений образования в сфере энерго и ресурсосбережения». Впервые жюри было поставлено перед дилеммой и затруднилось определить одного лидера. Поэтому на пьедестале победители оказались сразу по два представителя. Первое место у Могилевской и Гомельской областей, второе у Гродненской и Минской, на третьем почетном месте город Минск и Витебская область. Земля дает человеку все. Важно быть настоящим хозяином, понимать ее проблемы, уметь защитить ее и бережно относиться к природным ресурсам. Все эти качества прививаются с самого малого возраста. Об этом красноречиво говорят и детские работы, представленные на конкурс. Программа энергомарафона 2012 была насыщенной. Гродненская область, как хозяйка пятого юбилейного энергомарафона, демонстрировала свои лучшие достижения и наработки перед участниками и гостями конкурса. Одно из эффективных направлений – это рационализаторский подход к теме энергосбережения по принципу «думаем локально, действуем глобально». Энергомарафон можно смело назвать зеркалом педагогической деятельности, которая планомерно ведется в республике. Количество номинаций – 7. Жюри конкурса отметило результативное сотрудничество партнеров энергомарафона, среди которых как государственные предприятия, так и международные. Хорошие партнерские взаимоотношения сложились у Департамента по энергоэффективности с компаниями и частными структурами, которые занимаются в сфере разработки современных энергосберегающих технологий и с готовностью выступают в качестве спонсоров энергомарафона. В Беларуси популяризация идей энергосбережения ведется постоянно. Акции и время менять стиль жизни становятся символом 2013 года, который в стране объявлен годом бережливости. Беларусь, пожалуй, единственная страна в мире, которая проводит подобные мероприятия, было отмечено руководством Департамента по энергоэффективности на очередном республиканском энергомарафоне. На этот раз гостей встречала приграничная Брестская область, город Барановичи. Конечно же, невозможно ожидать от воспитательной информационной работы конкретную отдачу в цифрах и тоннах. Главное – обратить внимание населения на то, что тема экономии – дело всех и каждого. Широкое поле деятельности у подрастающего поколения. Дети не только учатся бережливости, но и с удовольствием несут информацию, что называется, в народ. Рассказывают, как простыми и доступными способами сэкономить семейный бюджет. Впервые призовые места в номинациях «Лучшее учреждение по созданию системы работы в сфере энергосбережения» и «Лучший проект практических мероприятий» получили профессионально-технические учреждения. Достойно оценена творческая работа агитбригад учреждений дополнительного образования. Важным стимулом к усилению работы по энергосбережению стали весомые награды. Победители получают денежные вознаграждения, которые помогают школам стать энергоэффективными. Старые окна заменяются стеклопакетами, утепляются стены и фасады, открываются ресурсные центры по экономии, внедряются источники альтернативной энергетики. Бережливыми не рождаются, бережливости учатся. Зерно, когда-то брошенное в почву, дает свои всходы. Так республиканский конкурс, идея которого зарождалась в Витебске, достигает своего апогея. Восьмой по счету энергомарафон 2014 снова возвращается в северную столицу нашей страны – прекрасный Витебск. Максимальное число номинаций – 7. Максимальное количество участников конкурса, более 100 учащихся и около 30 педагогов. В жюри – представители всех областей. Им все труднее определить лидеров. Отдельное внимание уделено лучшим учреждениям образования по созданию системной работы. В рамках проведения предыдущих конкурсов накоплен уникальный опыт педагогической деятельности в сфере энергосбережения, воспитания, культуры энергопотребления. А многие ученические проекты успешно внедряются на предприятиях. Энергомарафон 2014 в Витебске на этот раз совпал с проведением Международного экономического форума, на котором присутствовали послы других стран в Республике Беларусь. Это лишний раз подтверждает, что вопросы энергосбережения, использования альтернативной энергетики стали общими и актуальными для всего мира и людей всех возрастов. А это значит, что летопись энергомарафона будет продолжаться. И эстафету конкурса снова принимает Гомель. Каким будет завтрашний день нашей страны во многом зависит от ценностей, заложенных в воспитании поведения подрастающего поколения. В добрый путь, энергомарафон! Субтитры создавал DimaTorzok